Его открытие ознаменовалось уверенной победой России. Миллионы россиян вечер накануне провели перед экранами телевизоров, болея за нашу команду в поединке с чехами на Евро-2012. Кто дома, кто на работе, кто в кафе. Некоторым челнинцам удалось попасть в спортбар Авторадио, который начал работать в набережных Челнах. Вместе с ними за ходом первого матча россиян наблюдала и наша съемочная группа. Болельщики перед началом игры были настроены оптимистично. Этому способствовал как последний матч сборной России с итальянцами, где наши победили со счетом 3-0, так и общая атмосфера, царившая в спортбаре Авторадио. Надежды болельщиков уже на 15-й минуте встречи оправдал Аслан Загоев. К концу первого периода счет на табло был уже 2-0 в пользу сборной России. Челнинские болельщики ликовали. Вообще все, короче, классно. Наши выигрывают. Все супер. Вообще здорово. Молодцы. У-у-у! Чтопы игруют. Наши форды. Ответили. Дико адвокаты. Наверное, счет где-то будет 3-0, 3-1. Чехи начали валить сначала. Давить, я так понимаю. А наши хорошо держали мяч. Держали, держали. А потом две хорошие контратаки. И чехи просто стухли. Начало второго периода омрачил гол, забитый в наши ворота. Нападающий сборной Чехии сумел обыграть Вячеслава Малафеева. Однако это стало единственной разостью для болельщиков команды соперника. Оправившись от пропущенного мяча, наши футболисты снова пошли в атаку. Голы посыпались один за другим. Класс игры наших футболистов в этот вечер смотрелся на порядок выше, чем у чехов. Так что итог игры 4-1 в пользу России стал вполне закономерным результатом. Тем, кто ставил против нашей сборной, пришлось признать свое поражение. Сегодня вообще исторический момент. Я продумала Тагиру Захирову, и завтра он будет ставить мне шалбаны. Наши вообще малорики просто 5 баллов. Вообще эмоции захлестывают. Павлюченко красавчик. Вышел, сразу наклепал. Молодец. Передача гол плюс паска в хоккее. По мнению болельщиков, с такой игрой у нашей сборной есть все шансы выйти не только из группы, но и дойти как минимум до полуфинала. Будет ли так на самом деле, узнаем не скоро. Чемпионат Европы только начался, а впереди еще много интересных матчей. А у челнинцев впереди еще много шансов выиграть билет в спортбар Авторадио и проникнуться особым настроением, близким к тому, что царит на трибунах стадиона. Кирилл Ерофеев, Радик Ганеев, РНТВ, Набережные Челны.